Какие противопоказания существуют для детоксов? Их, оказывается, дам и господа, достаточно много. И чем такой продукт массовый, который входит в наше сознание с каждым днем все больше и больше, как детоксикация организма, как очищение организма, как детокс становится условно организованней, тем больше, к сожалению, нарисовывается большее, извините за тавтологию, количество ограничений. Если раньше, еще несколько лет назад, это были системные заболевания крови, кожи и костей, это были нарушения сердечно-сосудистой системы в виде серьезных органических поражений, клапанных систем, миокарда, если это был сахарный диабет второго типа, если это была мочекаменная болезнь и желчекаменная болезнь, то на сегодняшний день, к сожалению, этот спектр расширяется. Уже относят специалисты условно детокса, относят такие распространенные состояния, как различные виды вегетососудистой дистонии или так называемая нерроциркуляторная дистония, даже банальный кардионевроз, состояние заболевания суставов, артриты, артроза, ремокардиты, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, кишечника, желудка. То есть, по большому счету, говоря о детоксе, говоря о необходимости детоксикации, говоря о необходимости очищения организма, мы, с другой стороны, видим все, как кому снежно нарастает, все больше и больше количество ограничений по применению этих замечательных инструментов. Так в чем же дело? Как же нам быть вам потребителем и нам специалистом? Вот этой теме, вот этой теме комфортного детокса, детокса без ограничения, детокса, который вы можете делать самостоятельно, не уповая на свою историю болезни, если она у вас есть, не уповая на те или иные серьезные или несерьезные ограничения, которые вы приобрели в течение своей жизни, мы начинаем уже совсем скоро говорить на нашем очередном вебинаре, на нашем очередном марафоне, посвященном комфортному детоксу. Наша система комфортного детокса принципиально отличается от других видов очищения организма, от других видов детокса, от других видов детоксикации тем, что наша главная задача направлена на снятие спазма в организме, который, на наш взгляд, является причиной накопления недоокисленных продуктов, результатом которым является загрязнение нашего организма. Почему мы назвали наш марафон, почему мы назвали наш вебинар комфортный детокс? Дело в том, что, на самом деле, проживая определенные промежутки своей жизни, мы приобретаем те или иные заболевания. И вот, как раз таки, ограничения, они связаны с тем, что наш организм не подготовлен к достаточно серьезной работе по очищению, недостаточно серьезно подготовлены наши мышцы, недостаточно подготовлены наши связки, тем более наша нейроэндокринная система. И поэтому даже банальное воздействие на организм, банальное ограничение себя в продуктах питания, зачастую приводит к тому, что вы начинаете тяжело переживать детоксикацию, начинаете переживать определенные трудности в ожидании положительных результатов. Более того, я хочу вам сказать, что современная тенденция развития системной детоксикации организма, системной очищения организма, системного детокса, сейчас придумывает, как сейчас принято говорить, все более и более новые фишки. Вот новая фишка на сегодняшний день, буквально, становится, так называемый, country detox. Когда идет ограничение, так называемых, специфических или титульных блюд той или иной страны. Для Германии это ограничение капусты, пива и сосисек. Для Канады и Америки это ограничение использования кленового сиропа и кукурузы. Это ограничение по употреблению стейков. Это ограничение по употреблению специфических продуктов, связанных с мексиканской кухней, латиноамериканской кухней и так далее, так далее, так далее. Мы же вам, мы же вам, на нашем вебинаре будем показывать на самом деле комфортную систему детокса, которая практически лишена этих самых ограничений. Пользуясь собственным вашим телом, пользуясь нашими рекомендациями, пользуясь нашими теми или иными упражнениями, воздействие на те или иные биологические точки и зоны, вы прекрасно можете проводить мягкое очищение организма практически без ограничений. Милости просим, приходите к нам и мы вместе с вами пройдем от начала до конца путь под названием комфортный детокс. И почему же, дамы и господа, мы уповаем на наш вебинар, почему мы уповаем на нашу технологию комфортного детокса и почему он не имеет такое количество ограничений, можно сказать, практически не имеет ограничений по отношению к другим видам детокса. Дело в том, дамы и господа, что основой нашей технологии, нашей концепции является снятие спазмов. И чтобы вам было понятно, что мы с вами будем делать. Мы с вами будем выгонять энергетические воздушные пробки из нашего организма. Ровно так же, как мы надеемся на то, что в период холодов наша система отопления будет работать, а она не работает, и мы начинаем искать причины и находим их именно в системе воздушных пробок. Ровно так же, условно говоря, эти воздушные или энергетические пробки у нас возникают в организме благодаря спастическим состояниям, благодаря спазмам. И нереализация спазмов, или наоборот, реализация спазмов в виде перенакопления молочной кислоты, в виде перенакопления недокисленных продуктов, так называемых шлаков или метаболитов, приводит к тому, что мы начинаем системно страдать. И вот я хочу, кстати, пользуясь случаем, обратить ваше внимание. Вы никогда не задумывались, почему в плотных органах, таких, например, как печень или как почки, формируются кисты или формируются гемангиомы. А в таких органах, как полые органы, как тонкий кишечник, тонкий и толстый кишечник, желчный пузырь, желудок, никогда таких вещей не формируется, но происходит образование полипов. А с чем это связано? Это как раз таки связано с тем, что наш мозг пытается компенсировать, компенсировать вот эти самые энергетические, или, условно говоря, воздушные пробки в виде недокисленных продуктов. В желудке не хватает силы, для того, чтобы переработать пищевую массу. В желчном пузыре не хватает силы, для того, чтобы переработать желчь. В кишках не хватает силы, для того, чтобы продвинуть пищевой комок, из тонкого кишечника в толстый кишечник. А в плотных органах, как то, например, печень или почки, формируются именно кисты, для того, чтобы обеспечить систему, опять же, стойкого устойчивого метаболизма. Вот в этом и разница, вот в этом и наш авторский подход, который позволяет нам на протяжении уже достаточно долгого времени прекрасно справляться с такими недомоганиями, как очень многие страдания желудка, кишечников, суставных заболеваний, заболеваний нервной системы. Пользуясь нашими рекомендациями, пользуясь нашими теми или иными упражнениями, воздействия на те или иные биологические точки и зоны, вы прекрасно можете проводить мягкое очищение организма, практически без ограничений. Милости просим, приходите к нам, и мы вместе с вами пройдем от начала до конца путь под названием комфортный детокс. Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье. Праздник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...